В этот день 1904 года родился кандидат исторических наук, участник Великой Отечественной войны Халел Адильгиреев. Уроженец Западно-Казахстанской области, окончил Казанский Восточно-Педагогический институт. Работал деканом, директором, заведующим кафедрой, доцентом Казахского педагогического института имени Абая, Шемкенского института учителей. Был одним из исследователей шоконаведения, изучал и писал про жизнь Санжара Асфиндиарова. В этот день в 1870 году в Ташкенте вышел в свет первый номер казахского издания «Таркстан Уалаятаннгазета». Газета выпускалась дважды в месяц в дополнение к туркестанским ведомостям. Русский ученый Астроумов дал такую оценку событию. Как важны были петровские ведомости с 17-18 веков для русских, так же и «Таркстан Уалаятаннгазета» важна для узбеков и казахов. Издание выходило на двух языках одновременно. В 2010 году в Вене в торжественном зале Банка Австрия состоялась презентация книги памяти о войнах казахстанцах, сражавшихся и погибших на территории Австрии в 1941-1945 годах. Издание книги, приуроченное к празднованию 65-летия Дня Победы, стало результатом 7 месяцев кропотливой работы посольства Казахстана в Австрии. Осуществлялась она в тесном сотрудничестве с Институтом по изучению последствий войн имени Людвига Больцмана и австрийским Черным Крестом. В этот день 2009 года в Тарасском инновационно-гуманитарном университете был открыт научно-исследовательский центр «Шерхан Тану». В задачи центра входят исследования и пропаганда творческого наследия народного писателя Казахстана, заслуженного деятеля культуры Казахской ССР Шерхана Муртаза, который первым среди казахских писателей создал роман об общественном деятеле нашей страны Турари Рыскулове. Шерхан Муртаза также является автором повестей «Таблганнан Тенгэс», «Бултсезнай Загай» и других. 28 апреля в 2001 году стартовал космический корабль «Союз ТМ-32» с космонавтами Талгатом Мусабаевым и Юрием Батуриным, а также с первым космическим туристом, американским миллионером Деннисом Тито на борту. 30 апреля была осуществлена стыковка корабля с Международной космической станцией. Экипаж корабля провел на МКС 6 дней, во время которых космонавты проводили научные эксперименты, а турист Тито занимался фото- и видеосъемкой.